В Академическом театре имени Горького закрылся 88-й театральный сезон. Что такое прелюдия? Ну, прелюдия того, что завтра премьера. Прелюдия того, что, как обычно, не хватает 3-4 часа для того, чтобы это состоялось. В этом году закрытие сезона сопровождается двумя премьерами. 11 и 12 июня состоится показ спектакля по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Зрителю покажут современное видение произведения. У постановки нет определенного жанра. Команда называет ее между собой насмешкой. Главной задачей было изучить самого человека, как и зрителя в зале. Достаточно ли ходить на двух ногах и уметь разговаривать, чтобы называться человеком? Это счастье, что я понял, что этого недостаточно. Это не значит быть человеком. Человеком нужно состояться. Не все состоятся. И не всегда. Очень много людей проходят свой жизненный путь, в преклонных годах людьми не становятся. А человеком можно стать и в 20, можно стать им и в 15 лет. Но это кому как повезет. 19 и 20 июня на малой сцене театра пройдет премьера мелодрамы Бернарда Слейда «Там же, тогда же». Также спектакли «Жестокие игры», «Каренин», «Примадонны» на сцене театра имени Максима Горького покажет команда Уссурийского театра драмы. Почему именно три этих спектакля? Дело в том, что наша сценическая площадка, мягко говоря, несколько меньше, чем основная сцена театра имени Горького. Поэтому тут нужно думать, что можно разместить, чтобы она не потерялась на этой большой сцене, декорация. Потом эти спектакли, как уже сказал Андрей Владимирович, во-первых, они разные по жанру, они разные совершенно по стилю, разные режиссеры. И мы хотели себя показать со всей стороны, как все, что мы можем на данный момент показать. После премьер труппа театра поедет на гастроли в Белоруссию. Выбор страны художественный руководитель Ефим Звенятский объясняет интересно. Там труппа еще никогда не выступала. После гастроли театр уйдет в отпуск, чтобы открыть свои двери в октябре, начав новый сезон с премьер. Прямо с возвращением к краю я буду делать Бергмана, Ингмара, сцены супружеской жизни. Сегодня мы этим очень серьезно озадачены. Проект я не буду рассказывать. Присутствующие люди здесь принимают участие в нем. И следующий спектакль, это, наконец, мы получили, кстати, стало очень дорого, я вам говорил, получить право на, ну вот, наверное, это санкции вели, наверное, капиталисты на нас. Но я никогда не платил такие деньги за спектакль, за того, чтобы получить право на пьесу. И следующая пьеса в джазе «Только девушки», наконец, все пришло, клавиры, либретто. С лучшими спектаклями театр проедет по краю. Это станет большим шагом на пути развития народного театра. Екатерина Зверева, Елена Сабодаш, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok